С ДОБРЫМ ВСЕХ ПРАЗДНИЧНЫМ УТРОМ, ДОРОГИ ДРУЗЬЯ! Приветствуем всех, кто начинает свой день вместе с нами. И поздравляем от всей души с прекрасным весенним праздником, замечательным праздником. Сегодня день единства народов Казахстана. Народы Казахстана прекрасны, очень теплый и действительно всех нас объединяющий праздник. Да, я думаю, что в эти дни мы все сполна ощутили силу единства. И пусть этот дух солидарности, сплоченности остается с нами навсегда. Действительно, добавить уже нечего. Кроме одного, ко всем нашим поздравлениям присоединяются и другие казахстанцы, представители разных, но таких родных для нас культур. А как всегда, как всегда, программу Тамга Студио ведут отворожительная Гульнар Дусматова и красивый, скромный и очень умный Даниил Батербаев. И хализматичный. Договорились. Пусть будет так. С праздником, друзья. Давайте послушаем все-все-все поздравления, которые сегодня адресованы всем казахстанцам. Послушаем. Сегодня в нашей стране отмечают День Единства Народа. Его цель – укрепить связи внутри народа Казахстана. Еще раз вспомнить о ценностях единства и сплоченности. Казахстанцы сегодня искренне поздравляют своих соотечественников, показывая и доказывая, что культурное разнообразие в единстве – наша сильная сторона. Я хочу видеть Казахстану. И мне очень нравится тут дружелюбный, открытый, улыбчивый народ. Будьте всегда достойными своего названия. Будьте всегда дружелюбными. И мы всегда будем к вам приезжать в гости. И приглашаем вас всех тоже. Я хочу видеть Казахстан. Я хочу видеть Казахстан. Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с Днем Единства Народа Казахстана. Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия каждой семье. В этот день хочется пожелать всем нам благополучия, мира и, конечно же, здоровья. Чтобы каждый из нас чувствовал себя счастливо, работал, жил и творил для процветания нашей страны. И я люблю Казахстан, потому что я found so many good friends in Казахстан. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям. И искренне поздравляем вас, дорогие телезрители, с этим праздником дружбы, понимания и единства. Без Бергемес. Так что уже совсем скоро, можно сказать, лето. Да, у нас уже облетел тополиный пух и в целом настрой уже действительно прямо летний. Но сегодня особенный день. Ты знаешь, ведь разные поколения казахстанцев этот праздник называют по-разному. Но я думаю, что это не мешает нам всем одинаково по настроению, в бестеннему праздничному настроению встречать этот день. Ну а наш нумеролог, как всегда, подскажет, на что сегодня стоит обратить ваше внимание. Давайте посмотрим. Всем привет! С вами Александра Шульц, женский нумеролог. Сегодня 1 мая, и это день самостоятельности и ответственности. Постарайтесь взбодриться с самого утра. В этом вам поможет зарядка или контрастный душ. Обращайте внимание на собственные мысли, идеи и желания. Берите ответственность не только за себя, но и за окружающих. Месяц май предполагает заботу и помощь для других людей. И сегодня вы можете взять на себя инициативу и начать делать это первыми. Не думайте много, не сомневайтесь, просто берите на себя ответственность и решительно действуйте. День не любит промедлений, сомнений и размышлений. Будьте активны в течение всего дня. Особенно до 12 нужно переделать самое важное. А перерывы могут быть очень коварными, потому что вызывают лень и отвлекают от целей сегодняшнего дня. Цвета успеха на сегодня сиреневый, медный, оранжевый и все оттенки красного. Люди, рожденные сегодня, очень энергичны. Это исследователи, путешественники и первооткрыватели. Они очень не любят скуку и рутину, поэтому им подходит профессия, где есть разнообразие. Они очень жертвенны и щедры, особенно в молодом возрасте. Они могут преуспеть в обществе и лучше работать не в одиночку, а в команде или в коллективе. Есть возможность стать успешным предпринимателем, если в своей работе используются исследования и новые технологии. Они буквально горят новыми идеями, интересными мыслями и часто выходят за рамки привычной науки и понимания. Интуиция ведет их к разгадкам и ответам на вопросы. Это именно те люди, которым не подходит стандартный образ жизни, работа, дом, работа. Им важны путешествия, приключения, исследования для поддержания собственного счастья, гармонии и здоровья. Для них очень важно проявлять свою любовь, не ожидая ничего взамен. Они очень не любят конфликты, поэтому могут просто уйти навстречу чему-то новому. Да, друзья, с праздником вас! Но хотим напомнить, что этот праздничный, весенний, замечательный день все-таки нужно провести дома для безопасности нашего с вами здоровья. Действительно, потому что возможности отправиться на природу, большой компанией родственников или друзей, шумно встретить праздник в городе, у нас еще будет очень, знаете, предостаточно, скажем так, возможностей. Да-да-да, а сегодня можно по традиции накрыть праздничный стол, связаться с родными и друзьями. Ну а мы покажем... Последний скайп, а? Конечно, разные способы связи сейчас существуют. Ну а мы сейчас вам покажем и расскажем, как еще украсить этот праздничный день. Ну раз уж ты начала с праздничного Достархана, то давай о нем и поговорим. Сегодня вот такой замечательный праздник, хочется поговорить о каких-то национальных вещах, о культуре, музыке, ну и, конечно, о кухне разных народов. Вот о кухне, я думаю, каждый казахстанец расскажет, даже если его разбудить ночью, посреди ночи, скажите, ну-ка быстро рассказывай, потому что... Про бешфармак. Ну, действительно, потому что мы уже не задумываемся, когда ставим на стол казахский бешфармак, ну или, допустим, манты, или лакман, блины, баурсаки, еще много-много разных блюд. Да, они для нас кажутся такими привычными, но мы их все равно все так любим. Кстати, у тех, у кого сегодня намечается застолье в семейном кругу, мы собрали топ любимых казахстанцами разных национальных блюд. Ой, Кулинара, я уже чувствую их запах, потому что я еще не позавтракал, а я и представляю, как это вкусно. Приятного аппетита всех, кто кушает. Это безумно вкусно. Ну, а вы наслаждайтесь нашим сюжетом. Национальная кухня – это кладезь вкуснейших блюд. В казахских национальных блюдах важное место занимает конина, что весьма необычно для иностранцев. А основу традиционного казахского меню составляют блюда, рецепты которых формировались столетиями. Мы решили спросить у зрителей, какие национальные блюда они любят больше всего. В результате отобрали топ-5 фаворитов. На пятом месте расположился курдак – жаркое из мяса, большого количества лука и овощей. Название блюда происходит от слова «куру», то есть «жарить». В этом, собственно, и рецепт. Для этого блюда используют печень, почки, сердце и легкие. Из овощей – традиционные картофель, морковь, лук и тыкву. Казахстанский стол отличается разнообразием. На четвертом месте по результатам нашего голосования оказались манты. Рецептов этого блюда очень много, а секрет оригинальности – фарше. Сегодня у каждой хозяйки свой вариант этого блюда. Кстати, в переводе с тюркского «манты» означает «начиненная голова». Почетное третье место наши зрители отдали среднеазиатскому блюду. Рецепт «Лагмана» пришел в Среднюю Азию из Китая. А здесь уже возникли многочисленные разновидности этого блюда. Его можно готовить по-разному, но неизменным остается приготовление лавши вручную при помощи растягивания теста. Серебро нашего топа забирает блюда узбекской кухни, которое готовят и в будни, и по большим праздникам. Рецептов приготовления плова большое количество. Каждый регион, город и даже улица представляют свой вариант плова. Неизменными остаются два ингредиента – рис и мясо. Трудно поверить, но этому блюду более двух тысяч лет. И, наконец, почетное первое место. Тут наши зрители были единогласны. Конечно же, это любимый, самый вкусный и самый сытный бешпармак. Это блюдо принято считать визитной карточкой застолья в Казахстане. Интересны традиции подачи бешпармака. Баранью голову, вынесенную на отдельном блюде, поручают разделать самому почетному гостю. Уши достаются неженатым мужчинам, небо – незамужним девушкам. Другие части также распределяются между гостями. Наверняка, каждое из этих блюд сегодня появится на праздничных столах казахстанцев. Нам остается лишь пожелать приятного аппетита. Ой, какой замечательный сюжет. Слушай, действительно, аппетит так разыгрался. Ты знаешь, а я возьму на заметку кое-какие там рецепты блюд. И обязательно попробую сегодня их приготовить. Ой, слушай, а скажи, пожалуйста, вот сейчас о еде заговорили, а что ты обычно готовишь, ну, скажем, по празднику? Знаешь, я по секрету тебе скажу, я так жду праздников, потому что я всегда еду к маме, а у меня мама потрясающе готовит национальные блюда. Мастерица такая, ну, по-моему, вообще, ну, как всегда нам кажется, лучше наших мам никто не готовит. Но так как сегодня у нас нет этой возможности, будем поздравлять друг друга только по видеосвязи, я, наверное, знаешь, попробую приготовить ее фирменный плов. Вот плов – это просто пальчики оближешь. У меня, кстати, он стал получаться. Ух, это здорово, я тебя поздравляю, потому что приготовить настоящий плов не каждая хозяйка сможет. И еще, ты знаешь, я обязательно какой-нибудь пирог испеку. Вот пироги – это мое. Вот это мое. Ооо, домашние пироги – это особый, действительно, вид десерта. Ну, вообще, я думаю, нам стоит поделиться, ну, и другими рецептами, правда же? Да, ты знаешь, я согласна тобой. Вот десерт – это все-таки вот именно то, что делает наш стол праздничным. Ну, без десерта – это как-то обычное такое застолье, да? Вот. Так что давай посмотрим рецепт какого-то обалденного десерта. И давай записывать. Обычно. Обычно приготовление десерта занимает много времени, однако есть рецепты, с которыми справиться каждый за считанные минуты. Если вам нужно приготовить что-то вкусненькое к чаю на скорую руку, то это подборка для вас. Шоколадные трюфели. Продукты доступны, их всего два, и они, скорее всего, уже есть у вас на кухне. Для начала нужна прямоугольная емкость. Застилаем ее пищевой пленкой. Также понадобится 160 мл сгущенного молока. Разогреваем до горячего состояния на плите или в микроволновке. Просеиваем 40 г какао-порошка. В итоге масса приобретает густую консистенцию. Перекладываем шоколадную пасту в емкость и выравниваем ложкой. Закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час. Спустя время достаем заготовку и удаляем пленку. Рабочую поверхность присыпаем какао. Обсыпаем им десерт со всех сторон. Разрезаем шоколадную массу на порционные кусочки. Масса липкая, поэтому периодически обмакиваем нож в какао. Каждому кусочку придаем форму конфетки и складываем на тарелку. Еще один необычный рецепт. Форму застилаем пергаментной бумагой. В глубокую кастрюлю высыпаем 200 г сахара и добавляем 20 г меда. Его можно также заменить кленовым сиропом. Добавляем 40 г воды. Кастрюлю ставим на маленький огонь. Все тщательно перемешиваем, чтобы все крупинки сахара растворились. Продолжаем варить сироп и после того, как он закипит, периодически помешиваем. Смесь должна приобрести насыщенный карамельный цвет. После сразу же добавляем 1 чайную ложку пищевой соды. Смесь начинает пениться и быстро вырастает в объеме. Воздушную массу больше не перемешиваем, а выливаем в форму. Остужаем при комнатной температуре около часа. В итоге получается твердая, пористая карамельная масса. Интересный по вкусу легкий десерт готов. Детям точно понравится этот удивительный десерт. Сладкое облако. В сковороду высыпаем 100 г сахара. Добавляем 3 столовые ложки воды и перемешиваем. Карамель варим на среднем огне до янтарного цвета. В силиконовую форму выливаем горячую карамель и равномерно распределяем по стенкам формы. Яичные белки взбиваем миксером до объемной пены. Добавляем 3 столовые ложки сахара. Продолжаем взбивать до стойкой пены. Выкладываем белоснежную массу в форму, покрытую карамелью. Равномерно распределяем. Форму с массой погружаем в другую форму побольше, наполненную водой. Выпекаем при 180 градусах 15-20 минут. Затем оставляем десерт остывать в духовке примерно на 10 минут. Отделяем края, переворачиваем на тарелку. Выглядит аппетитно и необычно. Сладкое облако мгновенно тает во рту. Попробуйте приготовить эти простые десерты. Они точно украсят праздничный стол, а домочадцы обязательно попросят добавки. Друзья, вы не думайте, что сегодняшний прекрасный праздник так уж нужно провести в заперти. Технологии позволяют нам и концертами наслаждаться, и выставки посещать, и музеи, и вообще не выходя из дома. Да, я вот недавно, знаешь, опробовал функцию виртуального тура по музею. Ну, разве что, знаешь, вот не было запаха картин, вот этой вот легкой давки, скажем так. А так вот намного лучше, чем посещать его вообще. Ну, это я, человек, который не любит особо ходить. Поэтому для меня это было вот именно вот то, что мне надо, как говорится. Ты представляешь, еще крупным планом все можно рассмотреть, да, какие-то детали. Мне кажется, это очень здорово. Да, в сегодняшнем празднике организаторы нашего досуга тоже не забыли. Так что мы подготовили небольшую афишу для вас, друзья. Дорогие друзья, расписание онлайн-мероприятий, поверьте, график развлечений сегодня насыщенный. На карантине можно наслаждаться просмотром онлайн-постановок от знаменитых театров, присоединиться к бесплатным полезным вебинарам, задать вопросы любимой звезде и послушать музыку в живом исполнении, не выходя из дома. Единственное условие – наличие интернета. Цирк Дю Салей каждую неделю в ночь с пятницы на субботу проводит трансляции записей выступлений. Посмотреть трансляции можно на официальном YouTube-канале Цирка. Также на канале доступны записи прошедших трансляций. Московский губернский театр тоже старается оставаться на связи со своими зрителями, несмотря на карантин. С 21 марта на YouTube-канале театра и на официальном сайте показывают видео-версии и онлайн-трансляции некоторых спектаклей. Завтра, 2 мая в 21.00 состоится показ спектакля «Нашла коса на камень», основанный на творчестве драматурга Александра Островского. История рассказывает о провинциальном парне Савве Василькове, влюбленном в первую красавицу Москвы – Лидию Чебоксарову. Также 2 мая в 20.00 свой онлайн-концерт проведет известный российский артист Дмитрий Маликов. Насладиться творчеством певца можно будет на платформе «ОККО». 3 мая в 23.00 и 4 мая в 18.00 состоится онлайн-спектакль «Кузьмин. Форель разбивает лёд» театра «Гоголь-центр». Сюжет постановки основывается на последней книге стихов Михаила Кузьмина. Выступление можно будет посмотреть на официальной странице театра в Facebook. Ценителям искусства придутся по вкусу виртуальные экскурсии Государственного музея имени Костеева. На экскурсии можно будет ознакомиться с отдельными экспонатами и текущими выставками музея. Онлайн-посещение совершается через официальный YouTube-канал музея. Казахтелеком совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан начали проект онлайн-концертов «Звезда на карантине». Дистанционно уже выступили Жубан Шихсенула, Назима, Алишер Каримов, группа 901 и многие другие. Попасть на такой концерт можно с лёгкостью. Нужно всего лишь зайти на официальный канал Казахтелекома в YouTube в назначенное время. Телеканал «Алматы» также транслирует онлайн-концерты. Сегодня в 20.30 на канале можно посмотреть праздничный концерт с участием Толкан Забировой, Розы Рымбаевой, Али Окапова и других звезд эстрады. Досуг на карантине перешел в онлайн, но это не мешает наслаждаться живым звуком в режиме реакции. Реального времени. Приятного просмотра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «ЩАЛЬ, Алишер Каримов», «Альбер» «ЩАЛЬ, Алишер Каримов» «Алдын Сәл» «Казахстан республикасының тұнгыш президенті Елбасы Носултан Назарбайвты». Президент Касым Жумар Токаев, который был в Казахстане, был в этом году в Казахстане. Если мы будем делать время, то мы будем жить в Казахстане. Жарко, мы будем жить в Казахстане. Дорогие друзья, в этом году мы отмечаем День Единства народа Казахстана в особых условиях. Поэтому я хочу, прежде чем поздравить вас с этим великим праздником в нашей стране, еще раз призвать к тому, чтобы мы очень четко выполняли все эти требования, которые ставит руководство государства Ельбасы в связи с введением в нашей стране случайной ситуацией, связанной с коронавирусом. Мы находимся в том время, когда наш лозунг «Одна страна, одна судьба» становится актуальным, как никогда. Вместе мы переживем где-то. Победим, станем сильнее, увереннее в себе, ближе и дороже друг к другу. Поздравляю вас от имени греков Казахстана с праздником 1 мая Днем Единства народа Казахстана. Сегодня мы и весь мир живем в тяжелое время. Но я верю, что совместно мы преодолеем все трудности. Желаю вам сегодня крепкого здоровья, мира, единства и согласия. С праздником! Уважаемые казахстанцы, от имени Ассоциации Молдаван хочу поздравить с праздником Днем Единства народа Казахстана и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра каждой семье. Я хочу от всей души, от имени турецкого этноса, поздравить всех казахстанцев, пожелать крепкого здоровья, прозрачного голубого неба. Этот день по-особенному дорог каждому из нас, ведь он олицетворяет мир, благополучие, единство и согласие. От всей души желаю вам всем мира, благополучия, вдохновения, гармонии, единства и согласия. Берегите себя! Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Единства народа Казахстана. Единство – это то, что сейчас нам так необходимо. Давайте же будем поддерживать друг друга. Давайте будем вместе. От имени Еврейской общины Казахстана. В год 75-летия Великой Победы. И в год 25-летия со дня создания Ассамблеи. Поздравляем вас с Днем Единства народа Казахстана. Күрметті отандастар, Ассамблея жастарын атынан бар шанызды. Казахстан халқы бірлігі күнімен шын жүректен қыттықтайын. Бір шаныра ғасындаға, халқымыздың бостығы мен ынтымақтастығы нұғая версін. Береге бірлігіміз арта версін. 1 мая праздник Единства народа Казахстана стал символом дружбы и единства всех народов. Мы, белорусы, поздравляем всех казахстанцев с этим светлым праздником милосердия, дружбы и любви друг к другу. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь. Что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселий час и боли разлуки хочу дырить с тобой всегда. Давай жмем друг другу руки и дали не путь на долгие года. Доброе утро всем, кто смотрит программу там в студию. 1 мая на календаре у нас сегодня большой замечательный праздник, День Единства народа Казахстана. И сегодня у меня звездная гостья, девушка, которую знают абсолютно все, я уверен, даже любят. Луина, Луина, доброе утро! Доброе утро, страна! Доброе утро, мои любимые! Дачка, привет! Привет, привет! Ну, давай поговорим о карантине, Коль. Это сейчас главная тема и действительно вот сегодня, наверное, ну вообще все это обсуждают. Как изменился твой график в связи с карантином? Ну, конечно, изменился, наверное, как и у меня, так и у всей страны, у всего мира. Ну что, это то же самое, наверное, как и у всех женщин, у мамочек, у жен, у девушек, в общем, у нормальных женщин. Это готовка, это уборка, ну, в общем, домашние дела, вот и все, вот мой график. Но сейчас, слава богу, но хорошо, что есть вот каналы наши, радиостанции, да, какие-то наши соцсети, где мы выходим в прямые эфиры, сидим, что-то общаемся. То есть вот сейчас вот до эфира с вами, ну, неделю назад, ближайший был эфир у меня с Данкой и Севой, мы там с ней красились, знаешь, часа полтора, наверное, смеялись, улыбались. Ну, то есть, как бы мы себя все стараемся максимально держать на позитиве, но дома, дома, выходим раз в неделю, в воскресенье каждая в супермаркет, например, для закупа, скажем так, да, для домашнего закупа, вот. Ну и максимум, что можно делать, вот сейчас они, кстати, ждут, когда мама их освободится с интервью, и мы пойдем с ними гулять. Ой, ты господи, кстати, у тебя же, у тебя два, скажем так, питомца. Да, вот Принц, вот Принц и вот Буш, два пацана у меня таких. А они как-то поняли, что карантин, что эти двое кожаных из дома никуда не уходят и вечно с ними, волят? Да, как знаешь, я недавно слышала, вот где-то по телевидению, не могу вспомнить сейчас где, а нет, у интервью, там, у Дудя, по-моему, да, где один из участников этого интервью, он говорит, что собака, у собаки, по-моему, кажется, сейчас скоро сломается хвост от того, что она радостная и не поймет, что мы сейчас все дома находимся круглыми сутками. И она привыкла. Вот так же у нас. То есть они привыкли, они балдеют, но я не знаю, как завтра будет, когда нам придется уже всем выходить на улицу, на работу и так далее. Они, наверное, будут скучать и тосковать. Что ты на меня смотришь? Ну, мне моя кошка, знаешь, всем своим видом показывает примерно следующее. Кожаный, купи себе квартиру и живи ты уже отдельно. Кожаный мне больше всего нравится. А я уверен, что она меня именно так и зовет. Скажи, пожалуйста, вот многие наши артисты, многие наши, скажем так, звезды, кто были вот так же в эфире, как и ты сегодня, они все... кто-то говорит, что научился готовить какие-то блюда, которые раньше вообще там не умел готовить. Кто-то говорит, что начал заниматься, учить языки. Одна Розия Хасанова сказала, что вот она, честно, пионерски, ничего не стала учиться. И она решила, что ей как бы, ну, уже поздно. Единственное, что она делает, это продолжает репетиции со своими актерами театра. А ты, например, что-нибудь в карантине там новое начала без себя? Ну, так, вообще, во-первых, никогда не поздно чем-то заниматься. Но первое время было, что у нас, значит. Я написала там, нашла где-то тоже, опять же, в соцсетях, типа, уроки онлайн испанского языка. А, созвонилась с ними, списалась. Ладно, забыли. Потом я начала заниматься всякими упражнениями с Ютуба второго триместра и так далее для беременных. Тоже как бы мы уже про это забыли. Сейчас, ну, вот чтобы я прям развивалась, такого нет. К сожалению, нет. И от этого становится печально. Ну, вот такая вот я. Я не могу. Вот у меня там две книги, ну, вот когда вот тоже Адильян, наш друг, да, товарищ, сказал на днях. Ты, говорит, достала уже. Почему ты одну и ту же книгу уже почти год показываешь нам? Вот. Я никак не могу добраться. Все, что мы сейчас делаем, это начали смотреть «Игру престолов», потому что никогда не смотрели. Вот каждую ночь мы смотрим. Я смотрю «Дом 2» обязательно. Вот обязательно я смотрю «Дом 2». Но готовлю. Гуляем собак. Моемся. Иногда красимся. Больше ничего. Никакого развития. Но, надеюсь, наверное, это так нужно, наверное, так надо было. У тебя просто отдых идет, понимаешь? У тебя идет отдых. Да. Потому что ты, поэтому, тьфу, без пяти минут. Ну, не без пяти минут, но будущая мамочка, поэтому тебе будет, да, куда деть себя. И сейчас отдыхай. Просто отдыхай. Хочешь читать по одной странице в день? Читай. Тебе можно. Да, да, да. Вот касательно, кстати, твоего интересного положения. Я вот просто помню себя, скажем так. Ну, не свою беременность. Ой-ой-ой, какая красная. Мы уже большие. Вот. Ну, не свою беременность, скажем так, а нашу беременность. И я помню, как менялся характер у супруги. А вот у тебя, как вы там планируете? Еще и Тема постоянно дома. Не ругаетесь? Мы не ругаемся, честно. Это не к тому, что, типа, мы такие хорошие, классные. Или мы там молодожен, только поженились. Нет. Мы бывает, что ругаемся. Но сейчас в карантине очень интересно так получается, что есть полное абсолютное понимание. Мы прям, мы смеемся, мы хохочем, действительно. А может быть, это, наверное, и связано с тем, что, ну, Тема знает, что я в положении, как бы, да, и такое ко мне, такое отношение. Но нет, я знаю тоже Тему, он как бы уже не первый раз замужем, как говорится. У него уже есть ребенок, да, то есть он это понимает, что это не болезнь какая-то. Ну, там снисходительности, как, грубо говоря, как таковой, прям нет ко мне. Но я думаю, что все-таки я такая и на позитиве, и взрослая, и мудрая. Ну, и как бы нет поводов ругаться. Бывают чуть-чуть иногда срывы, но в целом, мне кажется, мы, ну, такие легкие, и смешные, вот. Пять утра, то есть арбуза тебе срочно не хочется, да? У меня не было вообще ничего такого, мне максимум ночью, я вот сегодня ночью попросила. Ну, я, причем, пошла сама на кухню, думаю, что же я хочу? Я так посмотрела на все, думаю, а-а, ничего не хочу, но я хочу хлопья с молоком. Ну, и легла. И он говорит, а что ты, типа, а что ты хочешь, ну, в итоге? Я говорю, я хочу хлопья с молоком, а почему ты, говорит, не взяла? Я говорю, пожалуйста, принеси мне. Ну, то есть я пришла с пустыми руками, и его запрягла туда сходить. Ну, это правда было. Такого, что прям нет. Ну, и мне как-то, и я думаю, что, ну, это как более постановочно, что ли, получится. Потому что мне прям как таковой не хочется. Бывает, что манго захочется, бывает, что захочется беша. Вот, кстати, сегодня тоже утром проснулась и прям захотелось на рыно. Купить мясо, порта. Да, а таковой прям страшного какого-то там токсикоза или желания такого нет. У меня более-менее так легко. А готовишь ты сама? Потому что так принято, что наши звезды, артисты, они говорят, вы, мне никогда готовить, у меня там для этого есть кухарка, убирается дома домуборщица, подобное, подобное, подобное. Ты сама все, ты готовишь, ты прям любишь. Ну, опять же, да, я не буду обманывать. Вот уже неделю назад еще я показывала в своем сторис, что мы сели на ПП, ПП плюс дополнительно мы еще там что-нибудь можем съесть. Ну, а так еду сейчас привозят нам с заставкой, но до этого месяц сколько или полтора вот мы были на карантине, то есть я готовила завтрак, ужин, обед. Ну, и с удовольствием это делаю. Я не могу сказать, что я прям такая кулинар, и у меня все красиво и эстетично. Мы тем более переехали в нашу собственную новую квартиру буквально до карантина за пару недель, и не успели вообще прикупить всех там надобностей, всех сооружений, которые нужны на кухне, и вообще, в принципе, по дому. Поэтому тем, что есть, ну там я транслирую в Инстаграме, да, показываю, у меня так все по-студенчески выглядит. Но максимально-максимально я готовила сама. Ну, как бы, у меня, ну, получается неплохо, но не могу сказать, что я прям такой эстетичный, красивый кулинар со стажем, там, повар какой-нибудь. А вот с девочками между собой вы общаетесь? Я знаю, что у вас большая компания девочек. Кто из вас всех лучше готовит? Кто лучше всех убирается? Допустим, кто самая хозяйка? Кто умеет шить, вышивать? Давай поговорим о наших девочках. Наверное, это, наверное, ну, если так прям... Кто готовит лучше всех? Сильнаска так своим сыночком занимается. Роножка, ну, как бы, не могу сказать, что она тоже прям кулинар. А Данка, вот Дана Исеева наша, она, честно говоря, выложила недавно одни булочки, на которые я обратила внимание. Нет, мы-то всегда в шоке от того, что как она вообще, в принципе, все это успевает. Ну, и, короче, она выкладывает булочки, и мне, я это вижу, ладно, все, ну, как бы я написала, вау, красиво. И мне Тёма потом, мой муж, ну, типа, только сдалека, ну, конечно, это все с юмором, но, тем не менее, он такой, Лу, а ты видела у Даны такие булочки, типа, мол, красивые? Я такая, в смысле, это сейчас намек? И Даня пишу, я говорю, ты разлучница, ты что делаешь, прекрати. Ну, и, в общем, я думаю, что это Дана, которая успевает все делать, которая везде просто number one, и рожает, и красится, и записывает майны, и готовит, ну... Большой привет Дане и Миржану, большой-большой привет, доброе утро им пожелаем, и их тоже с праздником поздравляем. Ну, в принципе, всех казахстанцев. Скажи, пожалуйста, вот артисты, вот с кем я разговаривал, они говорят, мы продолжаем репетировать. Единственное, наши соседи, конечно, уже, то есть они постоянно дома, и они постоянно это слышат, там, ну, не то, что прям по батареям стучат, говорит, ну, так, в легче встречаемся и так, а можно, пожалуйста, ну, там, в обед не петь, потому что там дети спят. И он, говорит, так неудобно становится. Ты поешь дома? Я пою, у меня, ну, скажем так, грубо, ну, ладно, не буду говорить, Тёма просит меня, так, иногда, по настроению по-разному, типа, мол, хватит, я ему говорю, Тёма, вот мы же, мы не знаем, кто у нас будет, девочка или мальчик, я говорю, вот, чтобы твой ребенок завтра был такой поющий, которым ты слова не будешь говорить, и будешь просто ему вот так вот попку расцеловывать за то, что он просто распивается там и орет по всему дому. Я говорю, вот этого я тебе желаю. Какая мудрая. Да. Ну, замечательно. Ну, тогда поздравления с Днем Единственного народа от Луины и пожелания всем нашим телезрителям. Ну что, я желаю всем нам в этот прекрасный праздник весеннего прекрасного настроения вне зависимости, там, карантин у нас или что-то, или что-то главное, чтобы мы не болели, чтобы мы были все едины, чтобы не было войны, чтобы было белое-белое, такое синее-синее, доброе небо, светлое солнце. Берегите себя, берегите своих близких, я вас очень люблю. Ну и я уверена, и знаете, так вот вам, наверное, скажу, заявлю, что совсем скоро все это закончится, друзья. И мы будем вспоминать об этом уже с улыбкой, но зато мы будем, наверное, первыми, кто это пережил, да? Да. Будем вспоминать, как это было. Я же надеюсь, что ты не покидаешь как бы свою квартиру, не избегаешь никуда, не гуляешь, не позволяешь себе ходить там. Нет, нет, нет. Мы пару раз съездили к нашей маме, опять же, ну вот к Тёминой, да, моей Янешке. Съездили. Бывает, что я прям сама хочу к ней, но мне вот хочется там, к маме там, ну вот как-то хочется вот этого домашнего тепла, что ли, по старшинству, съездить. И раз в неделю это только магазин, два раза в день, естественно, я, ну, никак иначе нельзя, это выход с собаками, всё. Ну, молодец. Оставайтесь дома, сидите дома, тебе здоровья, здоровья и наслаждаться, как я уже сказал, вот этим вот моментом. Отдыхай, Лу, отдыхай. Спасибо, дорогой мой, спасибо. Спасибо тебе большое, что это утро встретила вместе с программой «Танга-Стоди» и телеканалом «Алматы». Пока-пока, с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok «Танга-Стоди» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Танга-Стоди» Субтитры создавал DimaTorzok «Танга-Стоди» Субтитры создавал DimaTorzok «Танга-Стоди» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Танга-Стоди» Субтитры создавал DimaTorzok «Танга-Стоди» Субтитры создавал DimaTorzok «Танга-Стоди» 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 Ну что ж, друзья, самыми необходимыми рецептами и анонсами мы с вами поделились. А также я очень надеюсь, что мы сумели передать вам наше праздничное, действительно, вот это теплое, хорошее настроение. Осталось только еще раз поздравить всех казахстанцев с праздником. Да, и добавить, что мы всегда рады пообщаться с вами в наших социальных сетях. Рассказывайте, как вы провели праздник, делитесь своими мыслями, идеями, советами. Впереди у нас целых два дня, ну скажем так, чтобы отдохнуть, хотя мы так хорошо отдохнули, действительно. А потому увидимся мы с вами уже 4 мая. И я вместе с Дарьей Александровой вновь скажу в эфире телеканала Алматы утром. Доброе утро, друзья! Да, вам хорошего дня, отличного настроения, прекрасных эмоций, веселого-веселого праздника, душевного! Гульнардик, а тебя тоже еще раз с праздником всех казахстанцев. Хорошего дня тебе, пока-пока! Пока-пока, с праздником еще раз! С праздником! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!